Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Но с другой стороны, неделя-то у нас не очередная, замыкающая 2018 год, ставший для нас крайне результативной, не только для нас, конечно же, для всех фундаменталистов, которые предпочитают торговать, используя длинные стратегические, тактические таймфреймы и периоды. Соответственно, друзья, по ключевым торговым инструментам, которыми мы спекулируем изо дня в день, сейчас еще в несколько подвешенном состоянии находятся европейская валюта и доллар. По ним бы хотелось улучшить позиции под закрытие 2018 года. В частности, я буду считать то, что год, в принципе, тоже удался и по европейской валюты, если мы окажемся ниже 1,13 по доллару. Но так уж сложились последние торговые будни, что американская валюта просела против своего защитного конкурента японской иены. Мы торгуем и привыкли отрабатывать фундаментальный фон американского происхождения против иены, поэтому сейчас рынок идет явно против нас. Но пока держится поддержка фундаментальная, такая значимая, круглая, юбилейная, психологическая 110 иен за доллар. Я тоже довольно спокоен, друзья. Считаю то, что до тех пор, пока рынок находится выше данного уровня, переживать ни в коем случае не стоит. Тем более, что мы ведь фактически на пороге нового 2019 года. Мы на пороге новых, скажем, торговых идей, связанных с отработкой и перспективой изменений, собственно, денежно-кредитной политики США. И если статистика, которую мы будем получать в последующие недели, в последующие месяцы, все-таки останется в конве тех же самых позитивных трендов, что и годом ранее, то есть в 2018 году, конечно же, я имею в виду, то тогда моя уверенность в доллар по-прежнему сохранится. Я надеюсь, друзья, те из вас, кто сегодня в эфире, либо уже просматривают запись, не первый раз, знают то, что по доллару мы работаем с конкретными ожиданиями, знают то, что я озвучиваю позицию и, возможно, даже, может быть, и включая субъективную оценку того, что происходит, допуская, что через какое-то время американская экономика может повторить участь Китая, то есть экономический спад, возможно, рецессия. Есть индикаторы, которые указывают на то, что все не так уж и безобычно, как может показаться сейчас по некоторым отчетам, но вот эти слабые ожидания я, пожалуй, если и начну транслировать, скажем, в массы с акцентом на то, что доллар лучше сейчас поместить в разряд тех инструментов, которые мы продаем, это произойдет, я думаю, что не раньше вообще конца 2019 года. Но не будем настолько забегать вперед, я понимаю, что ситуация может радикальным образом и измениться, но при том, что мы анализируем сейчас, сегодня, опять же, то, что у нас было в последние месяцы, это тот фундамент, которым можно еще оправдывать, опять же, ожидания по росту доллара и то, что американская валюта даже против защитных оппонентов может стоить дороже. Неделя текущая, предновогодняя, рождественская, можно даже сказать уже новогодняя совсем, отчетов, я думаю, вы уже могли заметить, ну, практически нету, можно там высосать из пальца несколько релизов по нефтянке, несколько отчетов по США, но это все равно будут не серьезные, такие, ну, скажем, статистические столпы, чтобы можно было их ждать с нетерпением и впоследствии уже отыгрывать. Но предновогодняя и то же самое рождественская ралли, можно сказать, что она началась уже на прошлой неделе, учитывая то, что нас ожидают впереди низколиквидные торговые сессии, вы должны понимать, что появление даже изменения, может быть, маломайское какого-нибудь новостного фона по тематике европейской, там, английской, американской, какой-нибудь комментарий на рынке нефти, все это может привести к очень серьезным движениям. Поэтому на этой неделе я рекомендую вам, друзья, все-таки уже потихоньку выходить из позиций, как говорят фондовики, уже, может быть, пора было окешиться, уже больше времени тратить на поиск подарков, и, возможно, еще не готовиться к 2019 году. Друзья, будет время, я думаю, что мы с вами плавненько вольемся в новый торговый календарный год, будем делать это последовательно, я подготовлю вас ко всем серьезным событиям, которые должны быть ориентирами, маяками уже и по тому же самому рынку нефти, и по ожиданиям действий Федрезерва, и тех изменений, которые могут произойти с европейской монетарной политикой, это все будет последовательно в плане вовлечения вас в торговые будни с акцентом на фундамент. Сейчас уже нужно потихоньку расслабляться, друзья, постепенно все-таки снижать агрессивность своей торговли, если все-таки хочется вам еще поспекулировать в последние дни, конечно же, контролируйте риски, потому что движения будут абсолютно неоднозначными, я думаю, что даже с трендами мы не сможем определиться, сейчас можно говорить о том, что и давление на евро должно сохраняться, и давление на британскую валюту, но учитывая какие по свойствам, скажем, торговые дни впереди, конечно же, настроения будут меняться. И чтобы не попасть в самый настоящий такой рыночный разнос, друзья, конечно же, контролировать риски может быть сейчас даже больше, чем всегда. Давайте в двух словах пробежимся по тому, что у нас сложилось за минувшую неделю. Рынок нефти у нас явно в аутсайдерах, торговая сессия пятницы стала еще одним черным днем для всего сектора, и для дамки WTI, и для бренда WTI, минимальное значение там за последние 17-18 месяцев. Аналогичные серьезнейшие потери несет и бренд. Мы в одном шаге были на закрытии недели от теста 50 долларов за баррель, ну, кто-то скажет, какой же это один шаг, там 3 доллара оставалось. Ну, посмотрите, как нефть серьезно валится. И я допускаю, что рынку нефти, в принципе, при негативном сохранении фундамента, может быть, при присоединении, опять же, к этому тренду дополнительного какого-нибудь институционального игрока, в принципе, могло бы хватить, чтобы продавить вот эту поддержку 50 долларов за баррель. Технолист сейчас, в принципе, ориентируется на этот уровень, считая то, что 50 долларов за баррель, это уж точно психологическая планка, такая переломная, юбилейная. И если рынок выжимает с площадок покупателей, то, конечно же, нефти нужно тянуть по бренду, я говорю, да, 50 долларов за баррель. Я уверен то, что этот уровень будет протестирован, друзья. Но сегодня, кстати, я хочу предложить вам сделку, как раз селстоп с уровня 53.70, но 100 повторюсь, эта сделка, может быть, даже наглость с нашей стороны, со стороны продавцов, которые не унимаются все, заработав на рынке нефти, пытаются заработать еще больше. Но, с другой стороны, разве можно нас в этом спекулянтов винить, друзья? Конечно же, нам хочется на очевидном, прекрасном тренде отрабатывать как можно чаще и как можно лучше. Если все-таки руки чешутся и хочется провести торговую позицию, вот, пожалуйста, в качестве ориентира, если вас интересует чужое мнение, уровень селстоп, еще раз повторюсь, 53.70 с короткими стопами можно пробовать допродать с целью на отметке 50 долларов за баррель. Почему же рынок нефти снижается? На самом деле, какой-то новый фундаментальный на рынке не появилось. То есть, участники всех площадок, которые связаны с энергетическим сектором, ставят только на одну. Это чрезмерная рост добычи, которая явно не существенно опережает темпы экономического роста. Как вы знаете, мировая экономика и вовсе сейчас переживает не лучшие времена. Все, кому не лень, прочат серьезное замедление экономического роста. Поэтому при таком несинхронной оценке, что ли, и роста добычи, и потенциального спроса на сырье, получается, что рынок, в принципе, работает с теми же самыми проблемами, что и раньше. В пятницу вышел отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Рост на 10 платформ до 883. Я думаю, что в последний раз мы такое значительное увеличение числа платформ действующих буровых за неделю увидели чуть ли не в конце ноября, точнее в конце октября, даже в начале ноября. 883 платформы при таких ценах на нефть – это явное доказательство того, что осланцевые производители не испытывают никаких проблем с рентабельностью, даже с учетом низких цен на нефть, с учетом того снижения, которое развилось в последние месяцы. 883 платформы – еще одно доказательство, что штаты претендуют на то, чтобы перевалить за планку совокупного производства в 12 миллионов баррелей. Мы же с вами прекрасно понимаем, что, сделав этот показатель, американцы еще больше увеличат баланс на глобальном рынке спроса и предложения. Против нефти и общее неприятие трейдерами риска. Нефтянка снижается, как и многие другие рисковые инструменты. Посмотрите, что происходит с фондовыми рынками мировыми. Мне кажется, локомотивом всего падения является сейчас американский фондовый рынок. Мы также там очень неплохо заработали на снижении, хотя я допускаю то, что американская фонда и S&P, и NASDAQ, и Dow Jones будут снижаться на протяжении всей недели. Неприятие риска – это еще одна причина, из-за которой нефть также остается в числе наутсайдеров. Помочь нефтянке не смогли даже комментарии Саудовской Аравии о планах все-таки снизить, сократить нефтедобычу больше, чем было согласовано на встрече ОПЕК+, которая прошла сравнительно недавно. Если там на Саудовскую Аравию приходилось показать ли по сокращению добычи, который был утвержден до них на 250 тысяч баррелей, то вот по последним данным Саудовская Аравия может снизить добычу куда больше, примерно на 350 тысяч, может даже чуть побольше. Но на рынок эти заявления никак, никаким образом не повлияли, потому что комментариям, заявлениям Ближневосточного Королевства уже, собственно, никто не верит. То, о чем они говорят, не соответствует действительности, прогнозируют и, помните, доклад ОПЕК, что истинные показатели, реальные показатели указывают на то, что добыча нефа снижается. При этом мы получаем оценку других ведомств, там, напротив, очередное обновление рекордных показателей и рост. Вот как было в плане контраста отчетов две недели назад ОПЕК и Международного нефтического агентства. Поэтому Саудовская Аравия это точно не катализатор для восстановления котировок нефти. Поскольку других комментариев на площадках не было, конечно же, не было и причин для того, чтобы нефть откупить. Можно было бы оправдать рост техникой, но, друзья, вы видите то, что даже с точки зрения технического анализа сейчас ОПЕК не удается нащупать какой-то поддержки, чтобы перехватить инициативу у продавцов. И если уж всецело полагаться на технику, наверное, этот переломный момент может случиться, но только после того, как котировки протестируют поддержку 50 долларов за баррель. Вот как раз на ожидание того, что дальнейшее развитие событий пойдет по такому сценарию, я рекомендую вам сейчас и поставить, поэтому мы уже используем, руководствуемся отложкой со стоп с уровнем 53.70. Рубль 68.86 прогнозируемое нами ослабление рубля под конец года прекрасно себя отрабатывает. В данном случае и нефть оказывает соответствующее давление на рубль и, собственно, санкции. Ожидание даже еще более жестких рестрикций против российской экономики. Повторяю, что еще более печальные времена для рубля грядут уже в январе 2019 года. Если хочется рискнуть и по рублю, могу сказать, что есть еще возможность урвать как минимум процентов 5-6 без плеча. Если вас интересует такой профит, то можете ставить на еще большую просадку российской валюты, ну как минимум на тестирование сопротивления 70 рублей за доллар. Мы же заходили в сделку давно, мы давно осознали, что у рубля только лишь одна дорога, поэтому сейчас спокойненько ждем, как закрывается 2018 год и рассчитываем на то, что рубль все-таки упрется в это сопротивление 70 против доллара. Доллар японской, иена, лоу, который был зафиксирован в пятницу в 110.80, сейчас мы чуть выше уровня 111. Повторяю, друзья, что пока держится поддержка 110, я относительно спокоен, хотя немного разочарован, что мы не смогли сделать цель и по данным до этого валютных инструментов, ну потому что было бы прям совсем чудесно, если бы мы зафиксировали профит и здесь, но настолько все хорошо, наверное, площадках быть не может. Поэтому я особо не негативлю сейчас, потому что рынок был щедрый по другим инструментам, по доллару и иене, точно заработают те, кто умеет ждать, друзья. Я буду ждать все-таки восстановления американца. Данные, которые мы получили в пятницу, доказывают то, что пока что не стоит списывать со счетов доллар, с точки зрения оправдания его роста, а статистика, потому что в целом макроэкономические данные, может быть, и оказались чуть хуже, чем мы видели месяц назад, но все равно они остаются на хороших значениях. Годовые данные экономического восстановления 3,4%, это оценка за третий квартал, личные расходы продолжают расти, и месяц назад у нас был серьезный прирост, на 0,8%, сейчас рост, но поскромнее, 0,4%, хотя рост он и в Африке, рост дохода тоже увеличились 0,2%, месяц назад цифры были интереснее, 0,5%. Основной индекс расходов 1,6% тоже, мне кажется, прекрасное значение. Если прям совсем вас интересует статистика, можете в специальных экономических календарях, даже в нашем экономическом календаре построить динамику, именно отследить, как тенденция, опять же, менялась по этому индикатору. Мичиганский индекс прирост с 97,5% до 98,3%, и в целом я вот эту всю статистику, друзья, предлагаю скомкать, собственно, в один отчет, в один фундаментальный, более-менее нормальный, позитив, и вспомнить, что Федрезервов, прогнозируя 2 повышения процентной ставки в 2019 году, с учетом ацентов на все появившиеся в последнее время глобальные экономические риски, все же сделал комментарий, такой обнадеживающий, что темпы повышения ставок могут быть довольно высокими, я имею в виду больше двух раз в плане повышения ставки в 2019 году, если тому будет способствовать макроэкономическая картина. Если такие данные мы будем получать дальше, я уверен, что позиция Федрезервов может оказаться более уверенной, и более обоснованной с точки зрения продолжения проведения политики более высоких процентных ставок. Сегодня вы наверняка могли заметить, что доллар против иена открылся даже с небольшим гэпом, опять же, рынок тут же кинулся отыгрывать появившийся слушок на рынке еще под закрытие пятницы, что после того, как Джером Пау на минувшем заседании принял решение о росте процентных ставок, хотя за день до этого Трамп ему мягко намекал, что не совершай больше ошибок и ни в коем случае не повышай ставку, Джером Пау все-таки ее повысил, и на рынке появились разговоры о том, что, собственно, Джером Пау может даже потенциально покинуть поста председателя Федрезерва, ну то есть его могут уволить из занимаемой позиции. Я пока что не стал бы полагаться, друзья, на подобные предположения, но согласитесь, интересно, вот как дальше будут выстраиваться отношения между, собственно, Трампом и председателем американского регулятора Джеромом Пауном. Европейская валюта против доллара 1.1389, пятница оказалась довольно результативной, мы, собственно, снизились, друзья, с локальных максимумов отошли, это безусловно хорошо. Европейская валюта будет испытывать давление, на мой взгляд, с акцентом, опять же, на ту политику Европейского центрального банка, которая была озвучена, получается, три недели назад. Напоминаю, что Драги лично подтвердил, что экономика все еще нуждается в экономических стимулах, и то, что повышение процентной ставки будет откладываться. Конечно же, он не сделал напрямую заявление о том, что, если раньше были предполагаемые сроки ужесточения политики роста процентных ставок, это лето 2019 года, он не говорил о том, что теперь сроки сильно едут, но он дал ясно понять в своих многочисленных заявлениях, что ситуация в экономике явно ухудшилась, и еврозона по-прежнему нуждается в экономических стимулах. И, собственно, в пятницу я наткнулся на комментарий, правда, со ссылкой на не совсем подтвержденный источник Европейского центрального банка, что повышение процентной ставки действительно могут отложить до 2020 года, если темпы экономического роста китайской экономики, вот, посмотрите, здесь тоже ориентирована Китай, так же, как и ориентиры со стороны США, да и со стороны всех инвесторов, которые оценивают перспективы риска, если Китай, собственно, вынуждена продолжить демонстрировать такие слабые цифры, как в последнее время. Я уверен, что так оно и будет, потому что Китай у нас давно отдельные, ну, не то чтобы претензии, вопросы, планетолог, когда же они все-таки примут и задействуют те инструменты, которые позволят им выйти из вот этого затяжного, нисходящего в пике. Но, судя по тому, как сейчас развиваются отношения с США, я думаю, что раньше конца 2019 года мы вряд ли сможем говорить о каком-то фундаментальном позитиве. По евро, друзья, сохраняем короткие позиции и ждем закрепления ниже уровня 1.13. Фунт против доллара 1.2673, также здесь предлагаю немножечко рискнуть и поставить на снижение британца через отложку селстопс уровня 1.2630. Пятничная статистика особенно фунт не сильно вдохновила, ну, мы давно с вами осмирились с тем фактом, что статистика, в принципе, не оказывает сейчас никакого влияния на британца, потому что тема основополагающая остается только лишь ситуация по Брейзиту. Именно мы следим за тем, как развиваются события, ждем 21 января, точнее, сроки даже чуть пораньше, когда пройдет голосование о соглашении, так называемое ратификация европейского документа о дальнейшем, дальнейшем взаимоотношении с Европейским Союзом. Голосование в палате представителей. Я думаю, что сроки уже вряд ли будут пересматриваться, друзья. Ну, дождемся, собственно, конец января, уверен, наступит очень быстро, особенно также быстро пролетят январьские праздники, и мы снова упремся в неопределенность по британцу, и снова будем говорить с вами о рисках закрепления пары ниже уровня 1.25. Доллар канадец 1.36, это хайк, собственно, минувшей недели, сейчас чуть пониже 1.35.70. Опять же, реакция канадца уже, если анализировать задним числом, можно сказать, оправданно, с учетом того, что происходило на рынке нефти, но, с другой стороны, была статистика и довольно хорошая, и эта статистика могла бы стать причиной вот пятничного укрепления канадца, но снова канадец остается верен себе, то есть не совсем предсказуемая динамика. Вместо того, чтобы обратить внимание на макроэкономические отчеты и на возросшую вероятность повышения ставки, канадец продолжил копировать то, что происходило на рынке нефти. В итоге мы переписали очередной многомесячный, практически двухлетний хайк. Соответственно, я, друзья, не знаю, как дальше поведет себя канадец. Я, собственно, давно отказался от торговли им, и, судя по всему, правильно это сделал, потому что наверняка, если бы держал позиции, они предполагали бы ожидание его укрепления, и, собственно, снова был бы убыток. Поэтому советую все-таки держаться тоже подальше от него. Надеюсь, что в 2019 году он станет более предсказуемым, и у нас будет возможность все-таки говорить с вами о том, что рынок нефти нащупал дно, то есть мы уберем в качестве факта распродаж канадца серьезный такой фундаментальный момент, и будем говорить только о перспективах повышения процентной ставки, именно с учетом тех отчетов, которые будут выходить. Ну, это лишь, друзья, уже 2019 год, то есть я предлагаю до конца этого года не лезть вообще в канадце, оставить его в покое, смириться с тем, что, да, он был крайне неудачным в плане инструментов в этом году. Хорошо, что по другим инструментам нам удалось выйти в плюс. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего вам торговой недели. Увидимся мы завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.